Приходька Любовь Ивановна И забрали его для осмотра гаража Ничего такого не предвещало, но, по-видимому, они просто подкинули, потому что там ничего не было Никаких взрывчатых веществ и забрали его Что нашли? Шашка какая-то, это сегодня я уже узнала Шашка с взрывателями какими-то, в общем, что-то, детонат В общем, что-то такое для взрыва, типа, городской администрации в САКах А как себя вели? Ну, они просто культурно позвали и поехали Но он не сопротивлялся Ну, поехали, посмотрим, потому что не чувствовал за собой ничего Уехали и ничего мне больше не сообщали Я уже к вечеру подняла такое Переживала, потому что уже ночь на дворе, его нет А протокол обыска показывали, оставили Нет Сегодня они приехали ко мне под утро Уже без него И обыскивали у нас дом Все, все в доме перевернули Ну, все вещи там пересматривали И там уже показали мне протокол о том, что ему предъявляется изготовление взрывчатых веществ Каких-то, ну, в общем-то, для взрыва администрации города То есть сам обыск проходил сегодня, а не вчера? Сегодня Вчера они осматривали гараж И там же якобы нашли эту взрывчатку Его забрали еще вчера А сегодня во время обыска что-то нашли в доме? А сегодня они, ну, явно тоже подкинули Потому что в цветнике просто вот начал поднимать эти цветы Горшки с цветами А вот флешка сразу Я говорю, какая флешка? Я сама вчера только перенесла эти цветы с беседки в дом Все перемыла и поставила Нет, это ваше Белая флешка Я ее в протоколе написала Говорю, флешка не наша Не согласна с этим Что там на той флешке, я не знаю Но они ее писали как изъятая Спасибо, флешка не знаю Спасибо Сегодня прошло судебное заседание По рассмотрению ходатайства следователя ФСБ Об избрании меры пресечения гражданина Украины Приходь к Олегу Аркадьевичу Ожидаемо суд удовлетворил данное ходатайство И избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца Надо сказать, что нами в судебном заседании также было заявлено, что Олег Аркадьевич был задержан фактически 9 октября в 16 часов И по настоящее время он не ел, не пил Однако надо отметить, что судья удовлетворил наше заявленное ходатайство И вынес частное постановление о том, что было нарушено право моего подзащитного Олега Аркадьевича Право на жизнь по суде И получилось немножко его покормить Что касается самого уголовного дела и вменяемого подозрения Значит, Олегу Аркадьевичу вменяют, что он изготовил взрывчатые вещества И планировал взорвать здание администрации города Саки Однако, относительно данных подозрений со стороны защиты есть обоснованные сомнения И мы критически относимся к этому, поскольку мы знаем, что Олега Аркадьевича К нему со стороны правоохранительных органов было особое внимание уже на протяжении длительного времени В его доме неоднократно проводились обыски, обследования Причиной тому являлась его общественная и гражданская позиция Олег Аркадьевич не признает юрисдикцию Российской Федерации в Крыму Он считает эту территорию украинской Он в знак протеста и в знак солидарности вывешивал флаг Украины на крыше своего дома И как он считает, именно это послужило такому уголовному преследованию С его слов, вчера в гараже, когда проходило обследование, ему подбросили взрывчатые вещества Которые, по сути, стали основанием для возбуждения уже сегодня уголовного отдела Надо сказать, что уголовное дело возбудили в 4 утра сегодня К чему была такая спешка, я думаю, что это косвенно подтверждает мнение моего подзащитного Стороной защиты будет данное постановление обжаловано в течение трех суток Завтра уже назначены следственные действия ФСБ, где мы с моим подзащитным будем участвовать И будем собирать информацию для того, чтобы доказать его непричастность к конкриминируемым преступлениям Чтобы очистить его доброе имя, это обычный человек, кузнец, которого знают люди, соседи исключительно с положительной стороны И обвинять его в терроризме, это как минимум необоснованно Спасибо